Новости из нашего цеха. Цеха садовых мастерских Кью Гарден. Привет всем добрым людям, с вами Елена из садовой мастерские Кью. Давненько мы не снимали, как наши дела в цеху. И в частности, площадка у цеха. Последнее, что я вам рассказывала здесь, что у нас хотят забрать вот эту территорию. Было это, наверное, с месяца назад, да, Юль? Примерно так. Так. Вот и ныне там. Ни да, ни нет. То есть, как бы, ну, поставили такое подвешенное состояние. Вот это состояние может быть. Мне кажется, оно вот самое такое не очень хорошее. Но мы же не унываем и не сдаемся. Теперь у нас есть точка на дружбе, где мы сделаем все красиво. Там сам Бог велел красоту наводить. Там вокруг такая красота. И мы там уже, ну, много сделали, я считаю. Особенно, если учитывать, что у нас сейчас еще подготовка к фестивалю. То есть, у нас такая прямо тут очень активная деятельность. И, кроме всего прочего, 31 числа у нас здесь в цеху будет экскурсия. К нам привезут группу экскурсантов на автобусе. И поскольку здесь ни да, ни нет, и кто-то из арендодателей говорит, да нифига мы делать здесь не будем. Другие говорят, их там несколько. Другие говорят, ну, мы еще не знаем, мы еще не решили. Мы решили все-таки здесь поддерживать чистоту и порядок. Ну, и поскольку у нас будут гости 31 числа, мы решили воспользоваться этим как поводом навести порядок. И вот сейчас наводим. У нас еще почти неделя, неделя до события. И мы с Аней начали вот здесь вот с нашей фотозоны. Здесь все прибрали, пропололи, посеяли свеженькую травку. Овес у нас здесь должен взойти как раз к приезду гостей. Вот там все расчистили, мой моховый подъем, замшелый подъем. Там с ним все в порядке, как ни странно, было сухо, жарко. Здесь же песок. В принципе, все растения, которые я здесь посадила, все прижились, все растут. Папоротником так не очень хорошо. Ну, в целом, это ожидаемо. Вот. И здесь расставим все красивенько, чтобы нашим экскурсантам, нашим гостям здесь все понравилось, чтобы они не чувствовали, что они зря потратили время. Вот. Ну и, конечно же, здесь наши изделия стоят. Здесь достаточно большой запас. Сейчас еще такое вот промежуточное состояние, да, то есть такая несколько хаотичная часть товаров здесь, часть товаров на дружбе. Поэтому и сюда можно приезжать, и приезжают по старинке к нам сюда, и вы приезжайте, только договоритесь предварительно, и уже на дружбу можно ездить. Вот. Посмотрите, сколько мы сделали с Аней здесь уже за два дня. Два дня подготовки. Вот мы сделали вот этот уголок и здесь расчистили. Вот. У нас теперь вот нам дали в аренду добрые соседи Светлана, которую мы вам показывали, дала нам триммер. Говорит, попробуйте, может понравится, себе приобретете вот такую штуку. Нам понравилось. Вот мы здесь этой штукой все доделаем. И, скорее всего, себе тоже такую же приобретем. Легкая, удобная. Не знаю, какой фирмы, это не реклама. Вот, друзья мои, мы будем здесь до последнего. Пока они скажут, все, убирайтесь, да, мы будем здесь поддерживать красоту и чистоту. Потому что это наша кредо, чтобы все везде было красиво. Если опора для растений, то красивая. Если какой-то декор, то тут понятно, само собой, красивая, эстетичная. Если территория, то тоже должна быть, ну, как минимум, не захламленная, не засранная, не заросшая сорняком. Поэтому мы будем стараться это поддерживать по мере сил. Ну вот, так что приезжайте к нам сюда, приезжайте к нам на дружбу. Интернет-магазин у нас вообще круглосуточно работает, принимает заказы. Пожалуйста. Сейчас у нас еще есть скидка. Сходите к нам на сайт, посмотрите, акция продолжается, поскольку все те телодвижения, которые мы сейчас совершаем, они как бы экстра, сверх нашей обычной нагрузки. Поэтому нам нужны средства, мы продолжаем сбор заказов. Лето уже перевалило за половину, но тем не менее, это же не последнее лето, ребята. Это не последнее лето, а в свете того, что все наши железки будут служить вам годами, заказывать их можно в любое время года. Пользуйтесь моментом, пользуйтесь скидками, заказывайте. Выращивайте сады и будьте счастливы. Ваша Елена из Садовой Мастерские Кью. Пока-пока.